Вставлять себе в попу свечи или мазать анус мазью при геморрое либо других заболеваниях прямой кишки? С этим вопросом сталкиваются многие. Свечи или мазь? Что же лучше в конкретной вашей ситуации? В этом мы сегодня и попробуем с вами разобраться. Для тех, кто меня еще не знает, меня зовут Кутепов Денис, я врач-хирург высшей категории, стаж работы 10 лет и мы начинаем. Итак, какие же преимущества и недостатки есть у мази и свечей? Какие формы лучше выбрать вам в вашей конкретной ситуации? Начнем, пожалуй, со свечей. Плюсами свечей является, во-первых, четкая дозировка действующего вещества, то есть мы имеем конкретную свечу с определенным количеством действующего вещества. Мы вставляем ее и получаем как раз-таки это определенное количество. Дальше. Удобство. Опять же, для того, чтобы вставить свечку, не нужно никаких танцев с бубнами. Как говорится, вставил и пошел. Минусами является, во-первых, более высокая стоимость. С одним и тем же составом свечи будут стоить всегда дороже, потому что их сложнее сделать. Мазь будет дешевле и, соответственно, за те же деньги вы мази получите большее количество. Также минусом свечей является условие хранения. То есть, если мазь вы можете носить с собой при любой температуре, если, например, брать в путешествие куда-то с собой, вы можете при любой температуре хранить эту мазь, и она всегда останется мазью. Свечки же должны храниться только в холодильнике. И в жаркую погоду, например, куда-то брать их с собой, но это просто бесполезно, потому что они просто растают, и свечи уже не будут свечами. Ну и, пожалуй, главным минусом свечей является то, что они не держатся в области ануса, не держатся в тех 2-3 сантиметрах, которые составляет анальный канал. Они сразу проваливаются в прямую кишку. Соответственно, при заболеваниях ануса, при заболеваниях анального канала, то есть анальные трещины, геморрой, сфинктерит, свечи не будут так эффективны, как мази. Дело в том, что область ануса, анальный канал напоминает бутылку, например, где анальный канал это горлышко, а прямая кишка это сама ампула. Она так и называется, ампула прямой кишки. И если вставить свечку, она не будет задерживаться в анальном канале. Она практически сразу так всосется, уйдет вглубь прямой кишки и будет уже растворяться и действовать там, глубоко, не влияя или минимально влияя на область анального канала. Поэтому, исходя из всего этого, свечи должны применяться в основном при заболеваниях прямой кишки, когда патологический процесс находится где-то в глубине, а не на поверхности и не в анальном канале. В основном это кровоточащий внутренний геморрой, внутренний, не наружный, и проктит, то есть воспаление слизистой прямой кишки. В основном это вот самые два главных показания именно для свечей. В остальных же ситуациях, когда патологический процесс находится в анальном канале, в области сфинктера, в области ануса, лучше применять мази. Какие это заболевания? Геморроидальный тромбоз, наружний, наружний геморрой, сфинктерит, трещина анальная наружняя, экзема перианальной области, либо области ануса, анальный зуд. Все это находится снаружи. И, соответственно, наиболее эффективным в этом случае будет лечение именно мазями, а не свечами. Но, конечно, для того, чтобы мазь действовала максимально эффективно, ее нужно и применять правильно. Чтобы она не смазалась, не стерлась сразу же, ее нужно либо прикрывать марлей, либо лучше всего пропитывать марлю, либо бинт марлевой этой мазью и прикладывать к пораженному месту. Если это совсем поверхностно, например, область ануса, тогда прикладывать к анусу. Если патологический очаг находится в анальном канале, то вот эту турунду, смоченную, пропитанную мазью, нужно вставлять в анальный канал. В такой ситуации мазь будет длительное время находиться в анальном канале и длительно действовать на слизистую анального канала из сфинктера. Соответственно, а вы получите максимальный эффект от мази. Плюсами мази, конечно же, является все то, что является минусами свечей. Во-первых, это цена, мазь всегда будет дешевле, как я уже сказал. Мази всегда будет больше за те же деньги, которые вы потратите на свечи. Плюсами мази является независимость от температуры окружающей среды. Как я вам уже сказал, мази можно и в жаркую погоду носить с собой, и ничего с ней не будет. Ну а минусами мази, соответственно, является все то, что было плюсами свечей. Соответственно, у мази нет четкой дозировки. Точнее, она есть. В перерасчете на грамму мази мы имеем какое-то определенное количество действующего вещества. Но мы не можем четко дозировать эту мазь, как это происходит со свечами. Если свечку мы вставили и все, то мази можем мы выдавить больше или меньше. Нету дозатора, как правило, на мазях, и мы не можем так четко контролировать дозировку. Ну и, конечно, минусом является более сложное применение мазей. Опять же, если вы хотите максимально эффективно их применять, для этого просто помазать, как я вам уже сказал, будет недостаточно. Нужно вот это вот возиться, пропитывать турунду мазью, то есть марлю пропитывать мазью, засовывать ее в анальный канал, либо накладывать на анус. Это проблематичнее, это менее удобно и более трудоемкий, так сказать, процесс. Ну и напоследок скажу, что если вы вдруг купили ту или иную форму лекарства, и в процессе данного видео, например, поняли, что сделали ошибку и купили не ту, а иную форму лекарства, всегда можно использовать свечи как мазь. Просто растопив свечку, вы получите точно такую же мазь. Ну и, естественно, будет подороже все это для вас. Ну и, в принципе, и мазь можно использовать вместо свечей. Но для этого понадобится какой-то переходник, какой-то носик с длинным концом. В таком случае вы можете пройти анальный канал этим носиком и ввести мазь непосредственно в прямую кишку. И будет она лежать там и действовать так же, как бы действовала свеча. На этом на сегодня все. Увидимся в новых выпусках. Всем здоровья!